Так что я думаю, мы в начальной стадии чего-то куда большего, чем любой из нас думает. И это почти пугает. Я не видел рынка с таким дисбалансом предложения и спроса. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. С началом зимы вас. 30 ноября 2020 года запомнится как день, когда биткоин достиг самой высокой цены за всю свою историю. В этом видео я объясню вам, почему это достижение только начало для биткоина. Затем мы посмотрим на рынок эфириума, а после я покажу вам интервью Раля Пауля, которое нужно увидеть всем холдерам биткоина. Ну а закончу видео я тем, что мы будем с вами наполнять бассейн. Это метафора. И вы ее поймете, когда досмотрите видео до конца. А также поставите лайк прямо сейчас. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. Мне будет очень приятно. Спустя 3 года это наконец-то произошло. Биткоин пробил предыдущий исторический пик. Он был выше максимальной цены во время булрана 2017 года всего лишь на 1% на короткое время. Какое время для того, чтобы быть биткоин-холдером? Представьте, теперь, когда бы вы не купили биткоин, начиная с 2009 года, сейчас вы все равно остаетесь в плюсе. На Bitstamp график биткоина достигал отметки 19 874 долларов за биткоин. В декабре 2017 года цена биткоина на максимуме была 19 666 долларов. Цены немного отличаются на различных криптовалютных биржах. Кое-кто успел зафиксировать даже 20 тысяч долларов за биткоин вчера. И это что-то, чего мы никогда не видели за всю историю главной криптовалюты. Но мало кто знает, что биткоин еще до вчерашнего дня уже успел достичь исторического пика по отношению ко многим валютам, в том числе и по отношению к рублю. Это свидетельство того, что вся фиатная традиционная валюта невероятно ослабла в этом 2020 году. Однако, в перечисленных на этом графике странах скорость обесценивания валют выше, чем в Соединенных Штатах. Если же мы посмотрим на цену биткоина, она стала практически параболической. И сейчас она очень похожа на бычий рынок 2017 и 2013. Помните, я показывал вам этот график, сравнивая разные халвинг-циклы и предполагая, что биткоин ждет похожий рост? Это и происходит прямо сейчас. Однако, не поддавайтесь эмоциям, как это сделал вчера я, и всегда помните, первое впечатление зачастую обманчиво. 99% буллрана в 2017 году было поддержано розничными инвесторами и спекулянтами. Спекулянты рассматривали биткоин тогда в качестве новомодного казино в надежде легко заработать пару-другую тысяч долларов. Именно поэтому не потребовалось много времени для того, чтобы цена биткоина тогда обрушилась. Но теперь, даже несмотря на такой параболический рост, розничные инвесторы и спекулянты не участвуют в нем так же активно, как в 2017. Если мы поищем слово биткоин в гугле, то увидим, что гугл-тренды этого поискового запроса все еще далеки от уровней 2017 года. На этот раз рост биткоина заправлен публичными компаниями, семейными офисами, финансовыми институтами и людьми с очень огромными достатками. И я сейчас говорю, конечно же, о миллиардах долларов. И это очень отличается от того, что было в 2017. Короче, говорил я с миллиардером. И он сказал мне, Билл, ты же понимаешь, что есть 30 миллиардеров, которые уже в биткоине, и которые не признались в этом публично. Они не выступали и не говорили, мол, я зашел в биткоин. Я сказал, да ладно. Биткоин-траст Грейскейл продолжает накапливать биткоины все активнее. Теперь у них на руках более 3% от всего биткоин-предложения. Майкл Соненшайн из Грейскейл Биткоин-траста сказал, что это только лишь начало. Если наш оборот в Грейскейл является каким-то индикатором с указанием на типы инвесторов, заинтересованных в биткоине, я действительно чувствую, что мы только начинаем, заявил он. Давайте посмотрим на самые важные моменты его интервью. Мне интересно ваше видение того, куда, по-вашему, идет биткоин. Но прямо сейчас, судя по всему, он достиг локального пика, и инвесторы поменьше смотрят на альткоины, потому что они дешевле, чем 19 тысяч долларов за биткоин. На самом деле сложно сказать, куда идет биткоин. Но если наши денежные потоки в Грейскейл являются каким-то индикатором типа инвесторов, которые заинтересованы в этом классе активов, а также и размеров их инвестиций, я могу сказать, что мы только начинаем. По-вашему, стоит ожидать еще большее вливание в биткоин прямо сейчас? Или, скажем, в XRP? Мы видим увеличение вливаний во все 10 продуктов в нашем Грейскейл Трасте. В этом году впервые одна треть из вливаний начинает перетекать и в другие продукты, кроме биткоина. Такого тренда в этом году мы еще не видели. И действительно, ребята, если мы посмотрим на эту диаграмму, то увидим, что количество вливаний в альткоины через Грейскейл также рекордно растут. Особенно из них выделяется Ripple XRP и Stellar Lumens. Есть отчеты, что семейные бизнесы также присоединяются к инвесторам в биткоин. Скажите нам, чем отличаются инвестиции в биткоин сейчас и тогда? По мне, инвестиции в этом году выглядят более прочными в плане времени. Они более долгосрочные, чем в 2017. Не так ли? В этом нет сомнений. Я думаю, большинство инвесторов, которые инвестируют в биткоин сегодня, действительно думают о нем как о среднем и долгосрочном активе. Мы не говорим с инвесторами. Мы же не горячая линия поддержки биткоин-холдеров. Но мы видим это по временным рамкам и движениям капитала. И мы видим, что для большинства наших инвесторов происходит рокировка между золотом и похожими на него активами, типа биткоина. Например, на прошлой неделе мы видели рекордные продажи фондов золота в пользу биткоина. Большинство инвесторов сейчас пытаются понять, является ли биткоин хеджем против инфляции, а может быть средством сбережения, или может быть это инвестиции в хай-тек. В любом случае, они пытаются набрать как можно больше позиций в этом активе. Четыре дня назад я снимал видео, в котором рассказывал, что инвесторы перебегают из золота в биткоин. Вчера управляющий директор инвестиционного гиганта Грейс Кейл в интервью на телевидении сказал, что на прошлой неделе они увидели рекордные продажи золота в пользу биткоина. Вот и подтверждение моим словам, причем из уст очень уважаемого человека. Без сомнений, поток денег в биткоин от финансовых институтов и публичных компаний увеличивается с каждым днем. Также мы можем увидеть, что количество биткоин-банкоматов достигло исторических рекордов. Их число преодолело 12,5 тысяч единиц, из которых более 10 тысяч находятся в Соединенных Штатах. Это тоже очень позитивный сигнал для биткоина и его холдера. Теперь давайте посмотрим на этот график. Вчера мы уже видели похожее сравнение в видео, в котором я обозревал прогноз блокчейн-бэкера для Ripple XRP и других альткоинов. На этой диаграмме мы видим два графика. Поведение цены биткоина в 2016 году после холдинга. И поведение цены биткоина в 2020 году тоже после холдинга. Как мы видим, общее направление движения цен очень похоже. В 2016 прошло 180 дней после холдинга. И после этого мы наблюдали первое значительное падение. Биткоин тогда потерял около 30%. Но вскоре после этого достиг нового исторического пика. Также и в 2020 году на прошлой неделе биткоин тоже пережил падение. Эта коррекция была меньше, чем в 2016, но все равно напугала многих людей, особенно новичков, которые отдали свои монеты финансовым институтам и публичным компаниям. Но сегодня биткоин уже успел отыграть все то, что потерял на прошлой неделе, и даже больше преодолел крайний исторический пик, хоть и кратковременно. Но самое важное в этом не эти откаты, а то, что в 2020 году после холдинга биткоин действует практически так же, как после холдинга в 2016. Холдинг биткоина в 2020 произошел 11 мая 2020, и спустя 210 дней биткоин прирос больше, чем на 100%. И мы видели похожие значения и похожие временной отрезки для после холдингового биткоина в 2016. Похоже, история таки повторяется, по крайней мере, это так выглядит. Правда, повторяется она уже совсем из-за других причин. Еще один очень интересный график – это количество биткоин-адресов с балансом больше одного биткоина. Он сейчас находится на исторических пиках. Кстати говоря, где-то среди них и мой завалялся. А вы успели накопить один биткоин? Мы достигли более 800 тысяч биткоин-адресов с балансом не менее одного биткоина. И на протяжении 11 лет этот показатель только растет. Однако, 800 тысяч – это до сих пор очень мало. Только в Соединенных Штатах живет более 300 миллионов человек, в России почти 150. И почти 8 миллиардов живет на этой грешной планете. 800 тысяч кошельков – всего лишь. Это малый процент от всех этих цифр. Давайте посмотрим, что происходит с эфиром. У него сегодня выдающийся день, не менее исторический, чем у биткоина. На прошлой неделе он, как и биткоин, откатился. Однако, сегодня отыграл все 20% падение. Теперь стоит около 600 долларов, пока я записываю это видео. Сегодня, 1 декабря 2020 года, будет запущена нулевая фаза для эфириум 2.0 под названием Beacon Chain. На нулевом адресе стейкинга эфириума на данный момент собрано почти 900 тысяч эфиров из полумиллиона необходимых для запуска генезис-блока в Beacon Chain. Это означает, что мы перевыполнили необходимую отметку приблизительно на 170%. Вот настолько сильный интерес к этому со стороны сообщества. И отчет уже пошел. Менее чем через 7 часов нулевая фаза эфириум 2.0 официально будет запущена. Это большой шаг, и мы ждали этот момент 2 года. Без сомнения, это самая важная дата для эфириума за последние несколько лет. Вспомните, сколько раз это откладывали, сколько раз извинялись и сколько раз переносили. Но сегодня, 1 декабря 2020 года, наконец-то можно поздравить каждого эфириум холдера. Я уверен, что эфириум покажет хорошие результаты и достигнет заново своего исторического пика вслед за биткоином. А теперь я хочу показать вам твит уже известного вам человека Рауля Паля. Именно этот человек еще в начале октября предупреждал, что по его инсайдам огромные суммы денег будут вливаться в биткоин. Я снимал об этом видео в то время, когда биткоин стоил около 10-11 тысяч долларов. И как вы видите, он был искренен в своем послании. Вчера в твиттере он написал Хорошо, последняя бомба для вас. У меня есть ордер на продажу всего моего золота ради увеличения позиций в биткоине и эфириуме. 80% в биткоин и 20% в эфир. У меня больше ничего нет, кроме некоторых облигаций и чуть-чуть долларов. И вот еще одно подтверждение моего видео о том, что инвесторы сейчас предпочитают биткоин, а не золото. И я бы сделал то же самое, но вопрос в том, что у меня и так не очень много золота на самом-то деле. Биткоина гораздо, гораздо больше. Недавно Рауль дал отличное интервью в Коин Телеграфе, в котором он дал свой прогноз стены на конец 2021 года. Кроме этого, он поднял много разных интересных тем. Давайте послушаем, что он скажет. Мы наблюдаем массивное биткоин-ралли, которое напоминает всем то, что мы видели в 2017 году. Мы также помним, что произошло в 2017, когда биткоин достиг почти 20 тысяч долларов, а затем спустя месяц обрушился на 50%. Итак, как вы думаете, отличается ли ситуация сейчас? И если да, то как? Ну, конечно, она отличается. Если вы помните, тогда большинство инвесторов были розничными, и почти никто не был вовлечен. И все, что я слышу каждый день от каждого своего контакта сегодня, это институциональные деньги. И что поражает, когда смотришь на предложение биткоина, а это около 900 монет от майнинга в день, большинство этих монет съедает Grayscale, PayPal и Square. Судя по их росту, они заберут все новое предложение рынка. А что же происходит с монетами, которые уже и так на рынке? Что ж, их выводят с бирж, их переводят в холодное хранение. Так что предложения нет вообще. И я, честно говоря, никогда раньше такого не видел. Когда на рынке вообще нет предложения, а спрос при этом растет каждый день, потому что институционалы приходят. Так что я думаю, мы в начальной стадии чего-то куда большего, чем любой из нас думает. И это почти пугает. Я не видел рынка с таким дисбалансом предложения и спроса. Что я знаю? Я знаю многих людей в индустрии, и все они здесь. Клиенты финансовых учреждений, семейные офисы, благотворительные фонды. Все с невероятным темпом инвестируют. 20 тысяч сейчас, это совсем не так, как 20 тысяч тогда. В то время цена биткоина пока достигла 20 тысяч, выросла в 100 раз. Сейчас мы еще даже не начали. Скорее всего, когда, как и в 2017, в дело вступит спекулятивная розница, мы увидим похожие прибыли. Но разница в том, что когда скептики говорят, что люди не заинтересованы, что ж, реальные деньги заинтересованы. И это меняет игру. Вы также являетесь убежденным сторонником модели сток-то-флоу-рейшио биткоина, которая предсказывает, что биткоин достигнет 288 тысяч долларов до 2022 года. Не так давно в нашем шоу присутствовал директор BT3 Чарли Моррис, и он разнес эту модель плана Б в пух и прах. Что ж, я полагаю, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. По его словам, предположение, что сокращение предложения приведет к росту цены биткоина, ошибочно, потому что предложение не создает ценности. Это делает спрос. И если биткоин станет слишком дорогим, спрос на него в результате понизится, что в свою очередь снизит его цену. Что вы думаете об этом? Да, я думаю, что это чушь какая-то. Дело в том, что цена биткоина – это не цена капитала, который представляет из себя коэффициент PE Ratio. Это просто денежное число. Нет такого понятия, как слишком дорого, слишком дешево. Это не так работает. Биткоином движет его будущий потенциал. Все, что сказал Чарли – неправда. Итак, что касается модели Stock to Flow. Я уже говорил, что не существует идеальной модели. Если кто-то думает, что есть какой-то гениальный математик, который может с этим поспорить, это чушь. Давайте будем говорить, что модель Stock to Flow – это бред. Ее создатель – идиот, и биткоин вырос лишь до 140 тысяч долларов, а не 200 с чем-то тысяч. После этого давайте спросим, создатель этой модели, был ли он неправ в таком случае? Или же он все равно заработал кучу денег? Спрос биткоина – это сетевой эффект. Золото такого не имеет. Биткоин – это совсем другой, новый зверь. Это распределенный актив с сетевым эффектом. Сетевой эффект означает увеличение спроса со временем. Именно поэтому все сети имеют экспоненциальные кривые. Но это не золото. Подождите, вы говорите, что у золота нет сетевого эффекта? Почему это? Да потому что оно существует уже 10 тысяч лет. Его, так сказать, сеть давно устаканилась. Ну какое еще принятие вы можете ему принести? Вы приводите каких-то людей в него, каких-то из него. Но в целом мое мнение такое – принятие золота было выше 100 лет назад, чем сейчас. Значит ли это, что люди могут приходить в золото? Ну конечно. Я оптимистично настроен по отношению к золоту. Есть ли у него такой же сетевой эффект, как у биткоина, который сам по себе имеет потенциальное будущее в самой финансовой системе, будь то платежная система, финансовое обеспечение или что-то еще, что там в итоге появится? Конечно же нет. Ничего такого нет. Лишь некоторые акции могут быть похожи в чем-то. Но вы никогда не видели подобного класса активов раньше. Их просто никогда не существовало. Это актив, который построен вокруг технологий. Я бы хотел спросить вас о вашем прогнозе для цены биткоина спустя год. Если бы я был консерватором, я бы дал 150 тысяч. Если быть реалистом, зная то, что я знаю о потоке капиталов и денег, я думаю, что модель stock-to-flow ratio будет даже занижена. Я знаю, что все думают, что в этом цикле цена будет ниже. Я просто не могу в это поверить, потому что количество денег, которые сюда вливают, улетает в космос. Так что у меня действительно есть чувство, что он может быть даже выше, чем 250 тысяч долларов. Но кто знает, кто знает. А вообще мне нравится этот выбор. В худшем случае 150 тысяч, в лучшем 250 тысяч. Покажите мне хотя бы одну сделку в мире, которая выглядит так же. И напоследок, ребята, хочу объяснить вам кое-что, чего многие люди в принципе не понимают и даже не осознают. К примеру, у нас есть стадион, а там растет зеленая травка, и чтобы она оставалась такой же зеленой, ее периодически поливают. Но однажды система полива выходит из строя и начинает поливать по экспоненте. То есть в первую минуту льется одна капля, во вторую минуту льется уже две капли, в третьей минуте уже восемь капель, затем 16, 32 и так далее. Не будем вдаваться в математические расчеты, просто сразу перейдем к вопросам, за какое время наполнится стадион, как быстро это произойдет. Спустя 16 минут система полива, в которой с каждой минутой количество капель удваивается, заполнит всего лишь 0,2 кубических метра. Это очень мало. Через 26 минут она покрывает стадион слоем воды глубиной в 3 сантиметра. Через 34 минуты глубина воды в стадионе достигает 10 метров. 37 минут и стадион почти заполнен. И 38 минут он переливается. Как вы видите, первые полчаса стадион заполнялся крайне медленно. Основная масса воды образовалась в последние минуты. Это магия экспоненты. Люди плохо это понимают. Мы здесь топтались 3 года и получили некоторые достижения, как в цене биткоина, так и в накоплении наших инвестиций и роста нашей аудитории. Но большая часть прибыли придет лишь под конец за несколько месяцев. И это будет намного больше, чем в первые 3 года, которые мы уже вытерпели. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Вот мы с вами шуми. Смотрите, я думаю, что у меня есть магия дропа. И это магия, потому что в воде дропа от этого дропа будет увеличиваться с минутой. То есть после 1 минуты вы получите 2 дропа. И после 2 минуты вы получите 4 дропа. И после 6 минуты вы получите 6 дропа. Хорошо. Итак, давайте начнем 2 вещи. Мы сделаем это партый тирек. А на предыдущих шесть рост... Офигеть завтра. Подробно начать на этом двереце, на верхней шалке. И я отдам, прямо на центр походу, и я так поставлю вот этих Дрожнец. А вот. П任ут вам, как дали это прибыль из-за, фигня, что этого парка будет разручаться? Поки, один дров... и в ТЫМАЧИЕ году будет разрушаться. Фигняно? Доброе утро! А на этом все. Меня зовут Богатей ищи Ди. Не забудьте поставить лайк, я очень старался над этим видео. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. А также подписывайтесь на канал, телеграм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!